Ну а прямо сейчас я рада приветствовать в нашей студии координатора фестивальных и гастрольных программ Владимирского академического театра драмы Ольгу Гунину. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Елена. Ну, Ольга, вы буквально недавно с самолета из теплых краев, так? Да, именно так. Мы вернулись в конце прошлой недели с Кипра. На Кипре мы были на удивительном фестивале, он называется «Театральные российские сезоны на Кипре», который проводится под эгидой президента Республики Кипр. Фестиваль уже второй год идет, он на два года рассчитан. И в прошлом году, когда мы ездили, тоже в феврале, нас пригласили в этом году. Но мы тоже опять только в феврале можем поехать. У нас занят вот как бы сезон, все расписано. В этот раз нам повезло больше. Я не хочу расстраивать наших серий зрителей, но там было 20 градусов и гостиница с видом на море. И тем не менее мы там сыграли пять спектаклей. То есть работали очень много, увлеченно. И самим понравилось, и зрителям понравилось. Кстати, вот знаете, мы уже третий раз, кстати, были на Кипре. Первый раз мы были года четыре назад с Алладышевым, с Сашей, с Негамлета. Значит, затем «Собачье сердце». И в этот раз мы повезли «Тайну Старого дома», «Маяковского», «Дайте руку, вот грудная клетка» с Николаем Гороховым. И детский спектакль «Вредные советы». Так вот, есть зрители, которые ходят вот от первого нашего приезда, второй, третий. Есть радиослушатели, которые с каждого раза звонят в студию, когда обязательно кого-то приглашают. Называется «Русская волна». И таким образом у нас уже завязались какие-то личностные и творческие контакты. Я как-то приметила, что есть люди, которые задают вопросы, подходят, сразу не уходят. Стараются пообщаться, дождаться, когда актеры ведут, чтобы пообщаться с директором, со мной. И я стала спрашивать, а вы кто? Может быть, вы театралы? Вы знаете, там же такого театра вот с постоянными трупами не так уж и много. А это просто любители театра, ценители, даже какой-то степени знатоки. И я всегда люблю взять, попросить, давайте на телефончик-то наговорите нам свое мнение. Может быть, качество будет не такое. Но зато мы навсегда запомним ваш голос и вашу приятную улыбку. Ну вот, кстати, у нас есть один из отзывов. Мы его немного позже посмотрим. А сейчас хотела... Вот это, кстати, начало фестивального года. Самое-самое первое. Да, да, да. В январе нет фестивалей вообще никаких. Ну вот так мир устроен театрально-фестивальный. А сейчас мы поехали на свой первый фестиваль. В самом начале февраля. А затем в конце февраля поедем в Челябинск. Затем в марте поедем в Белград на фестиваль «Славия». Потом в «Электросталь». Владимир Лаптев поедет с Вертинским спектакль «Пупитры». А затем нас ожидают огромные, красивые в мае большие гастроли во Владикавказ. Большие гастроли – это такая федеральная программа, когда театры обмениваются площадками, репертуаром и зрителями. Если с нас осенью приезжал Ставрополь, и мы были у них в сентябре, то в этот раз Владикавказский академический драматический театр имени Вахтангова приедет сюда и привезет тот репертуар, который у нас не идет, не шел и вряд ли будет идти. Вот на таких условиях мы приезжаем друг к другу. Конечно, мы ждем с нетерпением. И следующей поездки мы планируем. Возможно, у нас будет поездка на Псковский фестиваль. Его по каким-то причинам сдвинулись в февраля на июнь. И нет ясности. И точно мы едем, точно в начале июля мы едем в Вологду на «Голоса истории». Мы там были дважды. И вот едем третий раз за 15 лет. Мы, видите, как ездим, ну там раз в 5 лет куда-нибудь повторно поедем. Нас пригласили, и мы очень рады. А затем у нас небольшой отпуск, ну месяц, после чего в августе едем впервые на новый фестиваль в Ивановской области в Кинишму. Затем, возможно, мы поедем в сентябре, еще на небольшой-небольшой фестиваль в Москву, если, в общем-то, все сложится, как мы планируем. А потом роскошный такой фестиваль наш свой. Фестиваль с фестивалем «Золотых ворот» с 18 сентября по 2 октября, на который приезжают лучшие спектакли России, которые уже прошли отбор и получили призовые места на других российских или международных фестивалях. Ну и сразу после окончания нашего фестиваля, через 2 дня мы идем в Бишкек, мы едем еще куда-то, мы едем в Париж. Я хотела спросить, как вы вообще все это запоминаете? А я уже пропустила, я уже пропустила. Я уже пропустила Екатеринбург в апреле, я уже пропустила начало апреля. Это мы едем с доходным местом в Смоленск, на Смоленский ковчег. То есть я уже тоже пропускаю. Ну где-то 10-12 фестивалей уже договоренности есть. И знаете, вот каждый день что-то возникает. Что-то возникает, приглашают, звонят, пишут, через кого-то там передают, кто нас лучше знает, если сами стесняются предложить. Чтобы, ну знаете как, чтобы на отказ не получить. Мы стараемся всегда всем, всех удовлетворить, поехать. Тот или иной спектакль, ну по возможности, чтобы они могли принять. Чтобы мы могли поехать. Ведь не каждый фестиваль принимает 46 или там 50, как Анна Каренина. И вот мы доходное место ведем, 42 человека. Кто-то просит спектаклей до 20 человек. Прямо в положении написано. Иначе, значит, платите свои деньги и приезжайте за свои деньги, и там и питайтесь, и живите. Но фестивальный мир очень доброжелательный, фестивальный мир очень такой лояльный. И всегда находятся какие-то люди, которые нам помогают. Мы помогаем, и нам помогают. Легко ли попасть на фестиваль? Нет. Вот хочу сказать, что я разговаривала буквально две недели назад перед выездом на Кипр с директором Смоленского театра и директором фестиваля «Смоленский ковчег». И она мне говорит, вы знаете, 40 заявок поступило. 40 заявок! Это значит, что мы должны еще деликатно объяснить и отказать. Потому что это очень сложный момент. Ну, вы не поверите. Ну, мы заявки на 2020 год принимали полтора года. Мы закрыли, уже написали, все, закрыт прием. У нас уже много все сформировано, уже все понятно. И пишут, и звонят. Ой, мы опоздали. Мы опять опоздали. Я говорю, да нет, вы не опоздали. На 2022 год. Три заявки на 2022 год уже есть. То есть уже такие долгосрочные проекты. Да, долгосрочные проекты. У нас же раз в два года проводятся. И все договоры обычно приняты, чтобы за год были подписаны. Чтобы понятно было, куда едем, с кем, что. Не только гастроли связаны. Это с премьерами в театре связаны. У нас не так много времени. Давайте все-таки, пусть наши телезрители услышат отзыв с Кипра. Давайте посмотрим. Добрый вечер. Меня зовут Михаил Филанетис. Я гражданин Кипра. И, во-первых, приветствую вашего коллектива на Кипре второй раз. И, конечно, благодарим вас за прекрасный спектакль, который вы подарили нам. За великолепное исполнение всех артистов. Что сказать про сегодняшний, когда все лепетишки, и маленькие, и даже взрослые, так радостно встретили их. Вчерашний спектакль про великолепное исполнение роли трех актрис. И, конечно, Николая Горохова. Что сказать про Владимира Маяковского. Все всем ясно. Спасибо вам большое. Приезжайте еще. Побольше надо таких отзывов. Так что, будучи на фестивале, обязательно снимайте, показывайте. И мы тоже будем показывать. У нас на линии есть зритель. Давайте его вначале выслушаем. Алло, здравствуйте. Я понимаю, сорвался звонок. Ольга, вот по поводу фестиваля Кипр. Все-таки вы повезли свое детище в том числе. Вот волнительно, есть разница, когда едет спектакль. Ну, чужим сложно сказать. Не то, что чужой, но тот, в котором вы не настолько, как говорится, принимали участие. Давайте поясним нашим зрителям, что вы говорите свой спектакль. Я имею в виду спектакль «Тайма Старого дома», который выпущен по моим новеллам. Ну, наверное, тревожно. Наверное, тревожно. Но я вообще такой человек, я быстро очень привожу себя в состояние такого ровного интереса. У меня повышается интерес, и вот эта вся тревожность уходит. Мне очень интересно, как в этот раз, на этой сцене, с этими зрителями, вот в этой стране пройдет этот спектакль. Прошли очень хорошо, и были великолепные отзывы. Ко мне подходило человек 16. Вот первый день в Лимассоле, в театре Реальта. Человек 16 подходили. После спектакля я настолько растерялась. Вот я слушала, слушала, но на другой день я сообразила, что нужно же сделать записи. И мы уже в Никосии, в Центре науки и культуры российском, в столице Кипра, уже записывали несколько зрителей, которые нам сказали свои добрые слова. Вот у нас буквально минута остается. Часто ли театр выезжает на гастроли для жителей нашей области? Часто. Каждый вторник. Вот я к вам пришла, а сейчас театр поехал в Ковров, где играют спектакли «Молодая гвардия». Таким образом, к 75-летию Великой Победы театр начинает такой большой марш по... Марш Победы со спектаклем «Молодая гвардия» по городам и поселкам Владимирской области. Ну что же, то есть не только у жителей Кипра, Екатеринбурга, Владикавказа есть возможность посмотреть спектакли, но и у Владимирской области тоже эта возможность есть, даже не приезжая в город Владимир. Да. Спасибо большое. Напоминаю, наши гости сегодня – координатор фестивальных гастрольных программ Владимирского академического театра драмы Ольга Гунина. Ольга, спасибо вам большое. Спасибо вам.